Украина получила новые системы противовоздушной обороны, на этот раз от США, зенитно-ракетный комплекс НАСАМС и от Испании ЗРК АСПИД. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. В прошлом месяце в страну доставили также немецкое ПВО ИРИСТИ. Сможет ли Украина теперь сбивать больше российских ракет и продолжатся ли поставки современных систем противовоздушной обороны, разбираемся в этом видео. Система противовоздушной обороны, которая может сбивать все в небе, от беспилотников до баллистических ракет и истребителей, так описывают систему НАСАМС и ее производители. Причем поражать она может в том числе и сверхзвуковые цели, на высоте до 16 километров и на дальности до 40 километров. Это система малого радиуса действия, в своем классе она считается одной из лучших в мире. В Соединенных Штатах Америки ее используют в том числе и для защиты Белого дома. А это ЗРК АСПИД. Они рассчитаны на защиту стратегических объектов, таких как промышленное предприятие, аэродромы или морские порты. Могут работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными ЗРК других типов. И теперь обе эти системы на вооружении ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины. ЗРК НАСАМС и АСПИД прибыли в Украину. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. В прошлом месяце в страну прибыла современная система ПВО или СТ из Германии. А еще весной этого года Украина получила системы противовоздушной обороны С-300 от Словакии. Это еще советские зенитные ракетные комплексы. Также ВСУ имеет свои С-300. И все эти системы, как современные западные, так и устаревшие советские, теперь работают вместе. Украина смогла просто объединить все вот эти разные вещи, ирисы, да, вот эти вот АСПИДы, на самом деле, в одну большую систему. То есть представьте себе, это одеяло не монотонное, а разных лоскутков, разных размеров, разных расцветок, но оно сшито идеально ровно. То есть такое ощущение, что это фабричная сборка. То есть вот в чем нюанс. То есть все, что бы нам не давали, хотя говорили, что вот оно несовместимо, это трудно будет, практически невозможно, наши умудряются связать, и это все работает. Вот в чем нюанс. Даже во время массированных атак Украине уже удавалось сбить до 90% ракет, которых выпускали российские войска. И теперь этот показатель может вырасти еще больше. Давай, падай! Какие-то вот эти вот противовоздушные системы пойдут на защиту гражданской инфраструктуры, какие-то пойдут на защиту военных, которые находятся на передовой. И они будут находиться постоянно в таком перемещающемся режиме, то есть нестационарном. Где нужно, где есть необходимость усиления, там они будут располагаться, раскрываться, работать. Когда будет необходимость переместиться дальше, они будут перемещаться дальше. Сколько систем НАСАМС передали Украине и Соединенные Штаты Америки, министр обороны Резников не уточнил. Раньше сообщалось, что сначала должны прийти две батареи этих зенитно-ракетных комплексов. Такого количества может хватить для того, чтобы прикрыть один из достаточно крупных городов. Не столицу, не Киев непосредственно, а, например, Днепр, Харьков, Николаев, Запорожье. И в целом, если мы говорим о предоставлении необходимого количества, то по две батареи необходимы на каждый достаточно крупный город. В первую очередь те, которые находятся на линии соприкосновения, вблизи линии соприкосновения с зоной боевых действий, у границ с Российской Федерацией. Раньше западные СМИ сообщали о намерении США поставить еще четыре батареи на Самс, но когда это произойдет, не оглашается. Нет информации и о том, сколько ЗРК Аспид Украина получила от Испании. Германия в прошлом месяце передала одну батарею Иристи и обещает еще три в следующем году. Опрошенные новостями Донбасса эксперты говорят, это лишь начало. Чем больше Россия будет пытаться уничтожить украинские электростанции и другую критическую инфраструктуру, тем больше Украина будет получать систем ПВО от разных стран-союзников. Все идет, знаете, как строится на доверии. В самом начале войны нам там с трудом даже стингеры давали, да. Ну, оружие партизанское, вам больше не нужно. Американцы видят, что ага, то есть мы грамотно используем эти боеприпасы. Если вспомните, то еще месяца три назад о закрытии неба, какие-то передачи систем противовоздушной обороны вообще-то вопрос особо не стоял. Это так трудно, это невозможно научиться, это сложно. Ну, поехали наши, научились. Украинские специалисты прошли обучение как на системах НАСАМС, так и на ИРИСТИ. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна продолжает переговоры с западными союзниками для получения новых систем противовоздушной обороны и противоракетной обороны. Возможно, до конца года вооруженные силы Украины получат новые системы. Нам очень важно знать ваше мнение. Пожалуйста, пишите свои комментарии. А если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok